Уважаемые зрители большого тест-драйва, сообщаю вам важную информацию. У автопроизводителей есть всего два способа оказаться со своим автомобилем главными героями нашего главного автомобильного шоу. Первый способ – сделать новый автомобиль. Второй способ – приклеить к старому автомобилю новые буквы. И вот на нашей сцене так называемый QX80. Встречайте, господа! Он же QX56! Встречай! 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 мечтал быть владельцами или, по крайней мере, водителями троллейбуса. По-прежнему в этом замечательном гигантском красавце вы сидите на той же высоте, что и сидят наши доблестные тетеньки и старушки, которые везут людей в ад. Да ладно, ребят. Что изменилось в этом автомобиле? Гражданский действительно автобус, построенный на общей с автомобилем Nissan Patrol платформе, в своей нынешней реинкарнации получил более широкую решетку радиатора. Куда шире-то? Ну, я уж не знаю, может быть, сюда стоит уже ее внахлёст спустить. Значит, чуть изменились, да? Поворотники. Сами поворотники и вот здесь противотуманки. Ну и другой рисунок, собственно говоря. С веса. С веса и фартуков. Во всем остальном, ребят, но задача на самом деле сложная. Настолько же сложная, как и обойти этот гигантский автомобиль, один из самых больших и крупных автомобилей на российском рынке, вот, и найти какие-то изменения. Цифры 5 и 6. Были, были. Ну, не хватает еще палитры. 1, 2, 3, 4 и 7, 8, 9, 10. Значит, 22-е гигантские колеса. Ну, кстати, они смотрятся прекрасно с этим замечательным большим кузовом, правильно? Да. И, конечно же, главная вещь, которая появилась на этом автомобиле, находится, ребята, иногда это находится на заднице. Да. А именно буквы QX80. В принципе, можно не то, чтобы осудить, но подвергнуть некоторому сомнению. Правильность в том, что теперь все автомобили от компании Nissan под маркой Infiniti производится с индексом Q или QX. А QX это у нас внедорожники. Почему Q? Почему? Ну, непонятно, да? Из претензий к этому автомобилю, который перекочевали и, так сказать, из предыдущей версии без букв QX. Претензия следующая. Очень легковесные двери относительно элитного статуса марки Infiniti и габаритов всего автомобиля. Автомобиль большой, тяжелый, хороший. А двери такие же, как могли бы стоять, ну, например, на какой-нибудь Mazda или где-нибудь на Suzuki. Ну, если бы они, конечно, нашли столько металла, чтобы сделать именно такой автомобиль. Давайте проверим, что с багажником. Ключа-то у тебя нет. А где ключ? Потеряли ключ. Да нет. Шутка. Электропривод. Слушайте, ну, у нас автомобиль с тремя рядами сидений. Значит, по факту у нас семиместный автомобиль, но только потому, что на втором диване, на заднем диване у нас... У вас был такой магнитофон? Нет, у меня такого не было. Там была проблема, знаете, какая? Когда слушаешь в правом динамике, не слышно, что в левом. Так. А когда посередине, ни черта вообще не слышно. Короче, парни, значит, у нас три ряда сидений, семь мест может быть восьмиместным автомобиль. Главное, что электропривод третьего ряда. Словник, опускаем, опускаем, сиденье в пол, долго опускаем. Друзья мои, это такая комплектация с как раз задним диваном, разделенным элитной перегородкой, я считаю, что идеально для жен, которые сомневаются в честности своих мужей. В такой не перепихнешься тачке. Настоящий семейный автомобиль для людей, у которых есть семейные ценности. Так, секундочку. Почему-то хотел назвать тебя Владиком, не знаю почему. Так, брат, ну что ты делаешь? Ну все, я опускаю в пол. Нравится тебе стоять на карачках? Нет, мне не нравится стоять на карачках. А мне вот начинает почему-то нравится. Вы извращение. Короче, парни, ну гигантский багажник, если... Вам не подать чай в пиалах? Нет, если сложить и второй ряд сидений, то здесь будет под 3000 кубических метров. Давайте считать и с первым, и первый сложим. А, кубических метров. Кубических метров правильно. Нет, литры. 3000 литров, наверное, в литрах, да? Да. Значит, ну что, здесь можно перевозить, мне кажется, гигантский холодильник какой-нибудь. Вообще, в принципе... Ну, на самом деле, вот есть же версия без перегородки, да? Есть, конечно. Нормально. Вот выкинуть нахер перегородку, поставить настоящий нормальный диван, сюда матрас надувной и джага-джага, да? И джага-джага, да. А теперь, внимание, ребята, я бесплатно дарю всем подписчикам большого тест-драйва мое ноу-хау родом из 1995 года. Парни, лайфхак, лайфхак от большого тест-драйва, точнее сказать, от Сергея. Совмещаю две вещи. Первое. Все мы знаем, что подъезды наших домов в крупных городах ломятся от бесплатной спамовой рекламы в виде газет. Куда их девать? Выбрасывать рука не поднимется. Их надо использовать. Значит, зимой, когда вы ходите вот по такому, так сказать, по грязи, по этой, по снегу, у вас в подметках, покажите ваши подметки. У вас подороже, я смотрю, подметки. Из гутаперчи, что ли? Ага. Так вот, забивается снег. Как бы вы не отряхивали ботинки перед посадкой в машину, все равно снег растает и натечет на коврике. Значит, здесь мы имеем очень большую проблему. Машина сделана в исполнении для, знаете, для кого? Для ангелов. Потому что только ангелы не оставляют после себя грязные следы, даже летом. Смотрите, весь салон белый. Белые коврики. Это полная туфта. Белая кожа. Нет, ну, ладно, сюда, может быть, можно попросить женщину ноги аккуратнее как-то это самое перекладывать. Но коврики белые, посмотрите, белый пол, белые пороги, все это, естественно, машина, кстати, прошла всего лишь полтора тысячи километров, да? Да. Вот. А это все засрется через две недели. Вот. Чтобы не происходило беды, Иваныч. Да. А беда в чем заключается? Коврик намокает, и потом ваша обувь, особенно у женщин, да, она начинает портиться, кожаная обувь, от влаги, которая из коврика исходит. А вы отъявленный фуд-фетишист, я смотрю. Точно, точно, фуд-фетишист. Так вот, а что придумал я? Обратите внимание, вот настоящая эстетика. Эстетика автомобиля, которая стоит 4,5 миллиона рублей. Да, любой автомобиль можно улучшить при помощи бесплатной несвежей прессы. Я представляю, как реагируют люди, которые видят человека, который выбирается с водительского места, а под его ногами бесплатные газеты из подъезда. Это называется «А я прочел». Так, короче говоря, ребята, я обещаю вам, гарантирую, этот способ борьбы с влагой, как очень эффективный. Значит, что надо сделать? Главное, главное, парни, найти здесь педали. Педаль. Она ищется просто, она сопротивляется. Значит, все остальное можно смять. Так, короче говоря, кидаете пачку вот такой бумаги. Так. На ночь, когда машину оставляете на холоде, оставляете это все в машине. За ночь бумага впитывает всю влагу и замерзает. И утром надо всю эту бумагу выбросить. Куда? Просто вот сюда. Просто вот сюда. Выкидывай. Ну, что ты, зачем выходить-то? Для этого не надо. Да, выкидывай. Так, кидай. Молодец. Все, у вас чистый салон. Все успели записать? Беспленно перемотайте и посмотрите, как это надо делать. И повторите. Друзья мои. Многие из вас спрашивают, как выглядят зрители и подписчики большого тест-драйва. И будущие зрители и подписчики большого тест-драйва, у которых пока еще нет документов. Вот он. Иди сюда, мальчик. Здорово. Снимай перчатку. Как зовут? Константин. Поворачивайся сюда, Константин. Вот эту шапку, вот пилот. Мама, тоже подходите. Настенька, иди сюда. Настенька, здравствуй. Здравствуйте. А папа кто у вас? Игорь. Он кто по профессии? Волшебник. Понятно. Значит, вам вопросов задавать не будем. Значит, Костя, что скажешь про Infiniti QX80? Мне нужно посидеть там, чтобы рассказать. А внешне что о тачке думаешь? Логично. Нормальная. Нормальная? Кто на них ездит на таких машинах? Что за люди? Какие-нибудь. Лесорубы. Класс. Как вам такой багажник нужен? А ты что думаешь, Настенька, кто ездит в такой машине? Ну, я не знаю. Мне кажется, люди, которым надо очень много места. Очень много места. Сколько эта штука, как ты думаешь, стоит, Костя? Примерно миллионов пять. А что можно купить на пять миллионов, если не машину? Ну, и что? Квартиру. Хату, да? А вот что лучше, хата или машина? Хата. Молодец. Так, разумный. Ну-ка, иди сюда, давай-ка пойдем. Давай-ка посмотрим, как он будет карабкаться туда. Пойдем, пойдем. Правильно, отдай матери. Давай. Давай-ка, залезай сам, давай, сам, сам, сам. Пусть перчатки тебе будут мешать. Погоди, стой. Пойди, сейчас оператор придет наш. Давай, перчатки будут мешать. Ну-ка, Сеня, иди сюда. Давай, залазь. Так, залез. Прикольно. Прикольно? Тормоз есть. Ну, что скажешь-то про машину? У тебя какая тачка-то? У меня вон. Какая? Скажи, как... Ну, как называется? Рено. Рено, да? Ну, кстати, та же корпорация. Рено, Ниссан, Инфинити. Три стадии, так сказать, роста личностного. У нас вот здесь приборная панель, как у X-Trail. Точно? Точно. Ну, что скажешь про тачку-то? Ну... Дорого. Да. Да? Ну, что, все-таки не лесоруба ездит? Зачем лесорубу белая кожа? Ну, хотя да. Правильно? Какие-нибудь люди... Ну, бандиты? Шпана? Ну, бандиты, какая ерунда. Ну, ладно, Костяныч, давай, вылезай. Давай руку. По дружбе. Ну, а ты скажи про маму пару слов. Мама-то работает у тебя? Да. А чем? Кем она работает? Не помню. Ну, примерно. Примерно, погоди, примерно. Тихо, ты не подсказывай. Примерно, кем она работает? Делает маникюр, педикюр. Да ты чего? Маникюр, педикюр. Вау, себе? Ну, конечно, себе. Ну, и все. С утра доночек красит ногти. Ну, ладно, Костяныч, значит, ты когда вырастешь, какую хочешь тачку? Давай, итак, тебе сколько сейчас лет? Восемь. Восемь? Ты посмотри, потом это идет. Через десять лет, когда права будешь получать, водительское заседание. Ну, если Ютюб будет, вообще Америка. Да, Костяныч, значит, скажи, какую тачку хочешь иметь в восемнадцать лет? Мерседес Майбах. Мерседес Майбах. Костяныч, надеюсь, ты сохранишь этот подарок. Ей, давай, матери. Ну, как это? Нет, Костяныч повесит в Мерседес Майбах. Ты представляешь, через десять лет. Все, отдай матери. Ей сейчас надо. Все. Настенька, красивая ты. Да. А муж как зовут? Игорь. Игорь. Да. Игорь, Иоанн, тебе крупно повезло с женой и с ребенком. Давай, все, иди. Слушайте, ребята, и вот это главная беда в этом автомобиле. Почему? Потому что... Ест эта беда 20 литров минимум. У тебя? А у вас? Слушайте, какой он расточительный. Не, я сумел спустить расход, спустить расход, снизить до семнадцати с половиной. А это вы как передвигались? Накатом с горы. А, накатом. В среднем у меня было восемнадцать. Причем, знаете, цинизм этого автомобиля в следующем. Но обычно расход как идет там? Одиннадцать пять, одиннадцать шесть, одиннадцать семь, одиннадцать восемь. Здесь по триста грамм. Ноль три. Сразу. Либо семнадцать на первый три, потом семнадцать шесть, семнадцать девять и так далее. То есть тут вообще не замор... И мне кажется, точность расхода этого двигателя не установлена научно. Нет, и самое главное, она не имеет никакого значения. Потому что есть полное ощущение, что в тот момент, когда вы включаете двигатель для того, чтобы прогреть автомобиль... Вы уже нищий. И если, да, вы минут на тридцать, допустим, и вот эта вся процедура занимает где-нибудь за городом, то реально можно сжечь, ну, как минимум, четверть бака, ребят. Нет, можно сжечь мрот. Специально для этого двигателя, V-образной восьмерки, мощностью 400 с лишним лошадиных сил, объемом 5,6, значит, предусмотрен бак объемом 100 литров. Вы представляете, 100 литров. Вы подъезжаете на заправку? Сколько сейчас стоит бензин? Ну, 76-й я вот заливал. Нет, нет, не надо длить 76-й. Кстати говоря, самый цинизм, ребята, о, сейчас мы покажем. Самый-то цинизм, вот в чем. Вы открывали крышку? Ну, там 98-й. Там написано, да, там написано 98, ребята. А, все просто. А, фор, знаешь, как написано, фор бест перформансы для лучшего, так сказать. Если вы хотите ускоряться на этой тачке до 100 км в час за 6 с небольшим секунд, лейте 98-й бензин. Я думаю, он будет сгорать еще быстрее. Мне кажется, вот для нормального человека, ему как-то сподручнее будет выпить этот 98-й бензин, чем заливать в это жиро. На самом деле, двигатель, по большому счету, как и весь автомобиль, очень честный. Никаких турбин, значит, простая V-образная восьмерка атмосферная, с отличным крутящим моментом, я думаю, беспроблемная, как и большинство моторов, которые предназначены в первую очередь для североамериканского рынка и для рынка стран Ближнего Востока. Кстати, вы в курсе, что в Европу этот автомобиль официально не поставляется? Правильно. Правильно. Только Россия, только страны Персидского залива и только Северная Америка. Пусть гонят от нас. Да. Правильно? Да. Значит, а теперь садимся внутрь и смотрим, что за тачка внутри. А что вы пристегнулись-то? Хорошо, не буду пристегиваться. Вот клоун. Страстно? Да. Значит, товарищи, подходить к интерьеру, к оценке интерьера этого автомобиля мы будем с одной главной позиции. Есть, значит, это самый Ниссан. У него модель называется как? Патроль. Патроль. Есть Инфинити. Инфинити. Короче, люкс. Да. Мне нужно, чтобы в этом автомобиле был люкс. Он есть. Давайте посмотрим, где он этот люкс. Во-первых, древесина. Правильно используем. Ее очень много. Древесины много. В принципе, если бы вот это количество древесины использовать для отделки, нет, для отделки автомобиля Волжского автомобильного завода, хватило бы на отделку всего интерьера. Дальше. Значит, меня смутило, что здесь нет кожи перед пассажиром. Кожа есть вот на этих центральных, да, как бы, тоннелях. И покажи, и у тебя двери. Двери, ребят, очень много кожи. Она мягкая, хорошая. Но ее не так много, как хотелось бы. Дальше. Значит, от... Очень много металла. Да, смотрите. Ну, вставок под металл. Значит, теперь об минусах. Давайте. Плюсы все они в этой машине... То есть, плюсы только дерево и кожа. Плюсы это объем и движок мощный. Правда, при этом прожорливый, да. Значит, смотрите, ребят. Очень существенный минус в плане использования этой машины каждый день. Особенно в зимних условиях. Руль с подогревом. И кнопка подогрева вроде бы под рукой. Все нормально. И греется он быстро. Но, бляха-муха, как говорят наши деятели эстрады, греется только внутренняя сторона руля, за которую обычно ты не очень часто трогаешь руль. А вы держите. А вы научите себя. Вот так вот. А вы научите себя. Вот так надо ездить, если у тебя замерзли руки. Потому что вот эта деревяшка вокруг, которая, в принципе, я думаю, что эта машина является эксклюзивным обладателем такого руля. Потому что обычно, да, мы имеем деревянную вставку, вставку сверху где-то, да. И здесь у нас кожаные, полностью кожаные рукоятки, как раз, чтобы руки не мерзли. Здесь этого, блин, нет. Первый минус. Значит, второе. Убогие, убогие, убогое управление подогревом кресла и охлаждением его. Потому что попасть четко в ноль и не начать охлаждать. Нереально, нереально, ребят. Потому что, ну, давайте вот завеземся, да, и посмотрим. Здесь есть лампочка вот такая убогая, которая в солнечную погоду, в принципе, не видна. И вот этот дискретный переключатель, да, он в нуле никак особенно не отмечен по ощущениям, к сожалению, да. Ну, короче, эргономические просчеты, к которым, по большому счету, мы все уже привыкли, потому что все, что вы видите, если мы говорим об органах управления, это Ниссан. Дальше. Значит, что у нас есть еще, какие вопросы к этому автомобилю? Какие? Вопрос к акустике Бозе. Я помню начало 90-х, когда только-только мы открылись для западного рынка, и эту аппаратуру нам подавали как номер один в мире. Так вот, ребята, в машине такого класса с таким охерительным холодным рулем не должно быть такой акустики. Примитивная, глухая, значит, с пережатыми, со всеми возможными частотами, совершенно не люкс вообще ни разу. К сожалению, мерзкая акустика. Дальше. Значит, из плюсов, ребята, и я не скажу, что этот плюс перебьет все другие, но я особенно вот сейчас обратил зимой на него внимание. Значит, мы уже сегодня уделили, так сказать, много времени... Газетам. Да, газетам. Мы самая читающая нация в мире. Пресс, но не газеты. Да, к счастью. Газеты мы читаем по Брайлю ногами, пальцами. К счастью, к счастью. Так вот, ребята, значит, зимой какой есть дискомфорт для тех, кто ездит в автомобиле? Вы можете снять шапку, вы можете снять шарф, вы можете снять куртку, но в отличие от женщин, которые, условно говоря, летом переодевают каблуки на какие-нибудь тапки, мужик или вообще человек зимой не будет носить с собой в комплект летние обуви. В зимних ботинках, в условиях домашнего помещения, ну, ты ставишься температуру 21 градус, да, как дома, посидите в зимних ботинках, каких-нибудь тимберлендах этих, вот дома просто походите по кухне, приготовьте что-нибудь, вы спаритесь, ноги начинают перегреваться. Ну, если ноги у вас живые. Ноги начинают перегреваться, это понятно. Так вот, как раз в этой машине, в Ниссане, я зимой оценил вот эту волшебную кнопку, потому что она заставляет воздушный поток... Это фен? В основном, смотрите, в основном перераспределяться не в ноги, а дуть как раз по потолку и через голову. И таким образом горячий воздух, который в обычном автомобиле будет перегревать ваши ноги, они будут потеть интенсивно. В этой машине наиболее комфортная поездка зимой в теплых зимних ботинках. Значит, у нас три телефона разместились здесь, вот в этих подстаканьях. И техпаспорт, и 500Р. Да, и, значит, таблетки. Таблетки от похудения. Так, что здесь у нас еще есть? Пожалуйста, здесь есть огромный, просто гигантский ящик. Не назвать его холодильником. Да, значит, двигался. Да, ребят, значит, смотрите. И еще, что мне в этой машине, ну вот опять же, сообразно его габаритам, этого аппарата, да, немножко дискомфортно вертикальные грузовые зеркала, которые, ну вот относительно и длины кормы, и размера кузова, коротковаты в ширину немножко. Надо чуть-чуть их было бы сделать больше. Идеальные зеркала, наверное, все-таки у крузера. Ребят, ну автомобиль именно с американскими генами. Здесь все сделано именно для человека, который родился, вырос и умрет в Соединенных Штатах Америки. Это действительно большой семейный, да, универсал повышенной проходимости с гигантским просто мотором. С гигантским расходом. С гигантским расходом, который предназначен для путешествия с семьей по хайвэям американских. И вот посмотрите, как выглядит ключ автомобиля за 4,5 миллиона рублей. Так же выглядит ключ от автомобиля Nissan X-Trail, Nissan Qashqai, Nissan Note, значит, что у них там, Nissan Sentra, что еще есть, какие? Майкро. Микро, да, ребят, но, честно говоря, это чудовищное недоразумение. Потому что, ну, мне кажется, если вы продаете тачку за 4,5 миллиона рублей и позиционируете ее именно как премиальный внедорожник, сделайте новый ключ. Я не думаю, что ключ сделать стоит очень дорого. Все предусмотрено с точки зрения климат-контроля, раздельный климат-контроль и для задних пассажиров. Пожалуйста, мультимедийная система, встроенная в подголовники переднего пассажира и водителя. Люк, все у нас есть, есть все в этом автомобиле. Здесь у нас, опять же, система, ну, вот видите, сейчас попробуем ее включить, да, кругового такого обзора. Включайте. Опять же, электронный помощник, который позволяет вам, ну, дополнительно не думать о... Что вы хотите увидеть? Да нет, ну, я хочу понять, как она... Как она работает? Да, перед нами никого. Это надо было понять раньше? Да, перед нами никого нет. Она работает. Она работает, хорошо. Ну, что, ну, а теперь нам надо прокатиться, да. Чутку. Чутку, давайте, поехали, Сережа. Наденьте ремень, наденьте, вам идет. Кстати, ремень ведь тоже, наверное, засирается. Белый ремень. Давно у нас не было белых ремней. А, обратите внимание, отвратительное качество камеры заднего вида. Просто отвратительное. Ну, наверное, самое плохое качество, которое... Которое только вообще можно себе представить. Вот, может быть, сейчас... А, улучшите, да? Другой вид, сейчас попробую. Вид другое, качество тоже. Вот, посмотрите, есть у нас боковая камера. Задняя, ужасная. Ужасная. Просто, правда, ад. Просто ад. Мне... А, кстати говоря, даже в продукции Волжского автомобильного завода, который входит в концерн Ренуниса... Наоборот, они задают пример. Кому? Инфинити? Инфинити. Хорошо, хорошо. Ну, что, товарищи? Значит, продолжаем анализировать этот автомобиль, как представитель люкс-класса автомобилей. Значит, что немножко, и мне здесь не понравилось, и что отсылает нас опять к Америке. Кресло без боковой поддержки. Практически без боковой поддержки. Это типичные американские вот эти... Плоские, квадратные. Очень мягкие, удобные диваны, да, но они без боковой поддержки. И вот, в принципе, можно легко вот так вот соскальзывать, значит, с этого места. Дальше что? Значит, замечательный двигатель, замечательная трансмиссия. Динамика. И в чем заключается, на самом деле, магия этого автомобиля? А магия заключается в том... Что его дохрена. Просто его очень и очень... Вы просто расстраиваетесь, что у вас мелковат, я понимаю. Но, значит, не, магия заключается в следующем. Когда вы перебарываете в себе страшную жабу, которая душит вас тратить минимум 17,5, а в вашем случае 20 литров на 100 километров, да, когда вы забываете, что машина столько ест, вы привыкаете к этим огромным габаритам. Это происходит очень быстро, за день буквально. Вы кайфуете от прекрасного стояния этой машины на дороге, от динамичной езды, от хорошей шумоизоляции и от того, как крысы, как крысы они разбегаются перед вами, все остальные эти участники дорожного движения. Потому что сам вид в заднем зеркале вот этого слона огромного... Бегемота настоящего. Да, настраивает всех остальных участников дорожного движения на очень уважительное отношение. И поэтому за рулем этой тачки ты в полном смысле этого слова отдыхаешь, да. И иногда даже закрадывается крамольная достаточно мысль. Ай, хрен с ним, что так много ест. Зато так спокойно, так комфортно, так хорошо, да, ехать в этом огромном автомобиле. И более того, перестают смущать... Вы знаешь, обычные-то страхи, какие в этой машине, что нет места для парковки. Она же длинная ужасная и широкая. Да, и не везде такие... Два метра шире, метр девяносто высота. Ребята, очень приличный габарит. Не везде такие есть, так сказать, ячейки для паркования, пусть даже и за деньги в Москве. Но это все как-то уходит на второй план, потому что машина замечательно разгоняется с шикарным, как вы слышите, звуком. Давайте вот, давайте еще чуть-чуть, давайте притормозимся и послушаем шикарный звук. Тихо, 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 тихо. Нас видят. Так. Значит, почему эта тачка очень хорошо стоит на дороге? Потому что, в отличие от рамных внедорожников, очень крупных и на самом деле доступных, если мы просто сравниваем ценообразование на тот же автомобиль Toyota Land Cruiser, да, или на тот же автомобиль Toyota Land Cruiser Prado, значит, сопоставимые цены, да, на тот и на другой автомобиль, если говорить об Infiniti QX80 в нынешней, уже в нынешнем его обличии. Значит, Харп, первое, эта машина гораздо динамичнее. Она динамичнее, она легче, и все за счет использования интегрированной рамы. Рама, которая интегрирована в кузов. Понятное дело, да, в новом поколении и Nissan Patrol, и автомобиль Infiniti QX56, теперь QX80 избавился от полноценной рамы. Перестал быть настоящим рамным внедорожником. Но интегрированная рама, которая находится между, значит, несущим кузовом и рамным автомобилем, она дает преимущество как с одной стороны именно рамного автомобиля, так с другой стороны и автомобиля, которые, ну, которых большинство, да, которые большую часть автопарка составляют на дорогах общего пользования. Это, понятно, и все седаны, и все хэтчбеки, значит, и все легковые автомобили с несущим типом кузова. Значит, главное отличие, у вас есть по факту полноценная рама, которая, ну, по факту, опять же, ну, давайте так, вварена в кузов. По факту? По факту вварена в кузов. Если у рамного внедорожника у вас есть рама, да, и есть кузов, и вот этот кузов крепится болтами, ну, я совсем... У вас болтами? Ну, я совсем утрирую. Значит, и это позволяет этому самому... И, смотрите, единственный, единственный человек на свете, у которого, это самое, есть кузов, есть болт, но нет рамы. Нет. Вы ни к чему не крепите. Нет, рама, кузов, и если мы говорим о классическом рамном автомобиле, то она крепится так, чтобы у кузова было движение, правильно, чтобы он двигался. Это обеспечивает внедорожные характеристики и возможности, там, я не знаю, выбраться из самой адской грязи. Значит, а интегрированная рама, она сваривается, да, она сварена в этот самый кузов. То есть есть все элементы... Секреты варки от Рустама Махидова. Да, есть силовые элементы, но они, условно говоря, ближе к рамному автомобилю, чем к автомобилю с несущим типом кузова. Вот и все. Именно поэтому эта тачка так интересно стоит на дороге, именно поэтому, если бы у нас была возможность, значит, заехать куда-нибудь в грязь, вывеситься, значит, двери бы однозначно открылись и закрылись. У нас с вами была эта возможность проверить, там, несколько лет назад, когда мы тестировали этот автомобиль во Владимирской области, рядом с городом Ковров. Да, было дело. Было дело, да. Рубль стоил 30. Да, другие цены, да, другие цены. Кстати говоря, не сильно подрос ценник-то, получается, на этот автомобиль. Я помню, что тогда Nissan Patron стоил где-то в районе, там, 3-3,5 миллионов рублей. Но вот сегодня, в условиях кризиса и текущего курса валютного, этот автомобиль стоит 4,5. Видимо, у них какой-то сговор с заправкой. Да нет, у них собственный курс просто, наверняка, в компании Renault Nissan. В общем, интересный автомобиль для большой семьи, ну, и для человека, который хотел бы доминировать на дороге. Вот я не знаю, что там Серега доминантный, доминантный. В общем, тачка ему понравилась. Да? Ну, тачка с настроением, правильно. С настроением. При всех минусах, да, при всех, грубо говоря, замечаниях, у аппарата есть неоспоримое преимущество. Он, сука, большой. Он очень большой. Он, сука, большой, он хорошо едет. Это, понятно, получается, благодаря очень большим энергозатратам и денежным затратам, это динамичная езда. Но он, сука, большой. И пойди, найди такой же, так сказать, на рынке. Другой. Так что она и за такие деньги, да, она нет и суда нет, правильно? Продолжение следует...